Продолжение следует... 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 первосвятители московских и всея Руси, Петра, Алексея, Иоанна, Макария, Филиппа, Иоармагена и Тихона, митрополитов московских, Филарет, Иннокентий, Макария, святителя Анфима и Серапиона, и перископов царских, святого великомученика и победоносца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеймона, святой великомученица Варвары, святых новомучеников и исповедников российских Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петруградского, Петра, митрополита Крутицкого, Лариона, архиепископа Верейского, Фадия, архиепископа Тверского, Гермогена, епископа Тобольского, Иннокентия, епископа Винницкого, преподобномученика Льва, архимандрита, святых священномучеников, Иоанна Пресвитера Царско-Сельского, Николая Пресвитера Ржеверхного Гнутове, Сергия Пресвитера Московского, Святых Царственных Страстутерцев, Императоре Николая, Императрица Александра, Цесаревича Алексея, Сосифик Великих Княжен, Татьяна и Ольги Анастасии. Иоанна Пресвитера Ржеверхного Гнутове, Сергия Пресвитера Московского, Иоанна Пресвитера Московского, Николая 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 Пресвитера Московского, наше, Владыка, прости беззаконие наше, святы посетисты и немощи наше, имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Пучи, нош, и жили си на небесе, да святится имя Твое, да прииди, слава, слава, слава Твое, да будет воля Твоя, я порно не вести ты на земле, хлеб наш насущный наш на небесе, и остави нам долги наше, я, Боже, и мы оставляем должников нашим, и не веди нас Твои искушения, но избави нас от луга Бога. Слава, есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Слава, есть царство и систи Божия наш, о селях, не великих разумах, где мы без нас служащие, без боя ушах, пускай, через манитисусу равны, и теперь вернитесь с высоты востока, Господь и слава Твое. Бойтеся, Господа, все святые его, я, Боже, и с лишения боящихся его, богатей, нещащих за кашем, взыскающих Господа, не лишаться всякого блага. Благословение Господне на вас, того благодати человека любием, всегда, ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Слава, есть царство и сила, и во веки веков, аминь. Приидите, видим, вернее, где родится Христос, посредуем проще, а мы же идем, звезда славы, Воспожные цари, и Божие ангелы поют непрестанно тамо, Пастыри сверяют песен достойной, слава, В лишних глаголюще, в дне сверхе перешено, Вся дева и Богородица, ве приеме, не уйдеться. Слава Богу! И Богородице, ами, спаси, 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 мой, Ненавидящийся, о, ненавидящийся, О, сомнитесь от Господа, яблокрового огнем будет и солнце. Вон мне, премудрость, вон мне, прокинем глаз четвертый, Из чрева прежде демницы роди ихня, Клятся Господь и не раскается. Из чрева прежде демницы роди ихня, Клятся Господь и не раскается. Речи Господь, Господи моему, сиди одесною мне, В дом, где же положу враги Твоя, Под ножи и ног Твои. Из чрева прежде демницы роди ихня, Клятся Господь и не раскается. Из чрева прежде демницы роди ихня, Клятся Господь и не раскается. Вон мне. Иисуса Христова Рождество си цебе, Обручение его бывшей, Матери, Его Марии Иосифове. Третье даже не снитесь им, Обритесь имуще, Вочи ве Духа Святого. Иосиф же, муж ее праведен сей, И не хотя и я обречите, Восхотитай, пустите ее. Сия же ему, помыслившу, Си ангел Господень, И во сне я виси ему глаголе. Иосифов, сын и Давидов, Не убойся, приятель, Мариам, Жены Твоей, Я, Родшаяся Бог в ней, От Духа и Святого. Родит же сына, И наречеша имя Ему Иисус, Той Бог спасет люди свои от греха их. Си же, все, быть, да сбудется речельное От Господа пророком глаголящим. Сиде, врачи, вопримет, И родит сына, И нареку ты, имя Ему, Эммануэл. И же ей сказай, ему, с нами Бог, Восхот же Иосиф от сна, Сотвори, якожа повеле ему, Ангел Господень, И прият жену свою, И не знаешь ее я, Дон дежу ради сына своего первенца, И нарече имя Ему Иисус. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Рабинцы, Сиди, Человеком, Их не более плохим от земли, Я защищу с детьми и планы, Приводяйся к свежим зеломостному, Божьим, По травм безполнечным, Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе! Если ты ездишь в небе, в земле, в земле, внушельный, Пагубо, село вража, бежавшее, То сносят руки с покваниями песней Иди на кощущих листах, Я, Коплогов, Их не более плохим от земли, Их не более плохим от земли, Их не более плохим от земли, Слава Тебе, Бога, наш, слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, поздравляю вас с Великим Праздником Рождества Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Вот на иконе, которая лежит в центре храма, на центральном умном улоре, мы можем увидеть все, что происходило, все события связаны, и все участники событий, которые связаны с Рождеством Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот в центре иконы изображена Пресвятая Богородица с Богом Младенцем, потому что именно показывается, что рождение нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, оно было чудесное. По Божьему обетование Пресвятая Дева рождает именно Бога Младенца, Сына Божия, которого так люди долго ждали. Было обещано. Вот мы сегодня утром рано читали царские часы. На этих богослужебных царских часах мы услышали ветхозаветные премии, то есть это ветхозаветное чтение, где рассказывается о том, как люди, которые жили в ветхом завете, они ждали будущего Мессия. Кто-то с трепетом ждал, кто-то с ужасом ждал. Но вот люди богодухновенные ждали его именно с огромной такой радостью, не боясь, а наоборот радостью, что придет Мессия. Вот это произошло. И вот чем мы отличаемся от тех людей ветхозавета? Они ждали, а нам уже ждать не надо. Мы знаем, что Господь пришел в этот мир, родился, создал церковь, в которую мы все с вами входим. И мы с вами тоже можем быть участниками этого события, которое сегодня мы празднуем, Рождество Христовое. Очень знаменательно, что ведь церковь, она ведь не вспоминает те или иные события, она сопереживает. Вот и мы тоже с вами сопереживаем события, праздника Рождества Христова. Ну как сопереживаем? Вот причина богослужения. До этого старались по своим силам поститься. Так же, так же, да? Старались воздерживаться от того или другого. И вот чем человек серьезнее относился к этому телу, тем радостнее будет для него празднование праздника. Это даже вот любая хозяйка, это как большинство женщин присутствует, она ведь знает прекрасно, да? Когда она готовится к принятию гостей кого-то, и когда гости приходят и уходят радостно из дома, то и сама хозяйка радостная, так же, да? Хоть устала она, хоть много гостей придут, но все равно радостно. Что люди остались довольны. Так и здесь мы, дорогие мои, и Господь радуется за нас, что мы вот приходим, готовимся, и вот являемся участниками этого события, праздника Рождества Христова. Конечно, хорошо бы закончить Градийский пост, причащение святых Божественных Христовых Таин постараться. Вот причащайтесь. Вы только разделите радость еще этого праздника, и для себя эту радость больше приемете. И вот праздник Рождества Христова, сколько в этом празднике всяких оттенков, да? И радости, и сомнения, и смущения. Мы знаем, вот внизу на иконе изображен старец Иосиф, это названный Отец Господа Иисуса Христа. А с ними стоит еще один старчик согнутый, так с палочкой, все знают, да? Вот этот старчик, который с палочкой согнутый, изображает логичность этого мира. Ведь о чем подумал Иосиф, да, когда узнал, что Пресвятая Дева ходит в положение? О чем он подумал? Он подумал, что она с кем-то согрешила, да? И сразу мысли пошли такого земного характера. Он как человек добрый был и не хотел обижать ее. Ибо по закону он должен быть ее предать суду. А суд бы какое принял решение? Забить ее камнями, как изменившую своему супругу. Вот что было бы такое. Но он не хотел этого. Добрый был человек, расстроился. И хотел отпустить ее тайком, чтобы ушла Дева Мария. Вот ему ангел явился Господь и не сказал, что не бойся Иосиф принять Марии, жены твоей, бородившаяся в дне святой, святой ребенку. Тогда он утешился и успокоился. А до этого был вот этот старец, как говорится, в виде земных мыслей и помыслов таких мирских пришел и стал осуждать и всячески склонять Иосиф сделать такой поступок. Но этого не произошло. Потому что ребеночек родился по обетованию, по Божьей воле и рождается Духа Святаго. И от Девы Марии. Вот такое славное событие мы с вами сегодня празднуем. И празднуем и сами будем являться участниками этого события. Вот я вам желаю, именно мы первую часть праздника Рождества с вами сейчас совершили. Вот все нынешние бдения обычно это является нашей жертвой Бога. Почему надо приходить на все нынешние бдения? Праздничные дни, воскресные дни. Ну кто-то избегает. Говорит, нам достаточно литургии утром придем. Батюшик нас утречком поисповедует, а мы вот утром придем помолимся. Ну для старого человека или обременно и большими делами это еще как-то извинительно. Но для людей, которые могут прийти и вечером, это конечно бы не очень-то извинительно. Потому что вот такое вечернее богослужение это наша жертва Бога. Мы жертвуем Бога временем своим, стоянием своим. Ноги наши болят, спина у нас болит. Мы жертвуем Бога. Вот наша жертва к нему какая, да? Сокрушенная, смиренная, чтобы нас Бог не уничтожил. А вот литургия, которую мы будем с вами совершать ночью, молиться будем совершать ночью. Это сам Господь будет себя приносить жертву ради нас с вами. Мы будем причащаться телу и крови Христу. Это жертву Богу, Он принес эту жертву. Вот, дорогие мои. Так что, если мы хотим вот так с благоговением принять жертву Христову, которая нам жертвует, то и мы должны жертвовать ради Него. Ему жертвовать. Вот наш такой сегодня был с вами труд. Ну вот, дорогие мои, желаю вам милости Божия. Спасибо, спасибо. И хорошо подготовиться еще к окончанию Рождественского поста. Мы уже с вами заканчиваем его сейчас. И радостного встречи Рождества Христова. Ну, Господь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok